С вами Виктор. Одежда рабочая, боевая. Показываем, как вскрывать котел фирмы Wisman. Значит, вот эти два болточка выкручиваем, но до конца выкручивать не надо. Потом поднимаем кверху, снимаем перегородку. Потом у нас идут вот такие вот ушки. Нажимаем, поворачиваем и вскрываем вот этот вот электронный блок. И вот здесь вот две защёлочки. Значит, зачем мы это делаем? Потому что 220 не подключено. Но перед этим, конечно, надо почитать инструкцию вот такую, куда именно подключить 220 вольт. Так, где-то не там страница, да? Ну да ладно, я вам так скажу. Короче, 220 подключается вот сервисные проводки. Видать, протестировали и откусили. Земля, значок земли LN, фаза 0. То есть, вот сюда мы подключаем провод такой вот с вилкой, нужной нам длины. Пропускаем вот в это вот отверстие вот резиновые такие штучки, как вот на удлинителях бывает, на вилках, на каких-то. Протыкаем и просто пропускаем. Что мы тут ещё видим? Значит, этот котёл у нас не двухконтурный, этот с подключением бойлера косвенного нагрева. Что мы тут видим? Расширительный бак, сам нагревательный элемент, горелка, насос и клапан переключения нагрева на бойлер и нагрева на отопление. Вот так это всё выглядит. Можно было, наверное, чуть-чуть скомпоновать всё это. Больно много пространств, на мой взгляд. Так, значит, чем отличаются конденсационные котлы от обычных струбированных, гуглите в интернете. У конденсационных котлов больше коэффициент полезного действия, чем у обычных струбированных. Плюс идёт вот такой вот слив. Слив сюда идёт конденсата. Также от... Если вдруг клапан сработает от избыточного давления, он у вас просто сольёт в этот шланг выкидной. Так, теперь скрываем второй котёл. Тут у нас рабочая обстановка. Болгарки под ногами валяются. Тоже надо будет подключить 220 к нему. Сейчас мы подключили трубочки газовые с телефоновым проводом. Не надо мне писать в комментариях, что тут нет ИЭС-ок, изоляторов. Они у нас есть на улице, на входе в здании. Потом мы, конечно, поставили бы ИЭС-ки. Значит, два котла работают в каскаде на гидрострелку. Дальше идёт коллектор для разбора в обеспечении. Тут, конечно, делалось на скорую руку. Лишь бы запустить отопление, это будет переделываться. Потом будет всё аккуратнее. Вот этот угол, не обращайте внимания, что тут всё не параллельно, не перпендикулярно. Стоят два клапана обратных, чтобы, если один котёл запустится, чтобы не прогонял через второй котёл. Это обязательно ставить надо. Вскрываем второй котёл. Этот котёл, значит, двухконтурный. Почему двухконтурный? Мало ли, там с гулером какие проблемы. Мы будем использовать вот этот. И всё то же самое. Значит, вскрываем электроблок. И вот они, сервисные провода. Вот они. Фаза 0, земля. Вот сюда мы подключаем 220 вольт. Просовываем сюда. И опять же, вот туда вот в резиновую штучку вставляем. Чтобы всё было аккуратненько, красиво. Тут мы видим, значит, теплообменник. Для двухконтурных котлов. Клапана, в принципе, вот эти переключающие. Даже похожие клапана. Вососы по мощности. По мощности сейчас посмотрим. Так, так, так. Один в один одинаковые. Один в один. Насосы один в один. Это вот второй конденсационный котёл. Они будут работать в каскаре. Второй контур пока не подключаем, потому что нам сейчас главное отопление. Тут в этом здании ничего нет. Так, и расширительный бак. Значит, к дополнению вот к этим расширительным бакам, которые встроены в котлак, мы повесили ещё один, потому что ёмкость воды батареи пока нам неизвестна. Но не помешает. Значит, тут применены были фирмы ТС и А. гидрострелка. Опять же, поставили сюда группу безопасности на три атмосферы. Воздухоотводчик и сам предохранительный клапан. Только, опять же, не надо писать в комментариях то, что в котлах это всё есть. Не помешает. Ничего страшного для контроля, для воздухосбора, сброса. Тут у нас идёт коллектор на батареи. И тут применена, так скажем, лучевая схема подключения батареи. Лучевая. Вот. Что касательно тёплых полов, у нас идёт вот две линии. Значит, 170 метров квадратных тёплого пола. Применён вот такой термосмесительный клапан фирмы СБ 572. Вот этот термосмесительный клапан рассчитан на 150 квадратных метров тёплого пола КВС, я не помню, а, по-моему, четыре с половиной. То есть, КВС это пропускная способность. Температура регулируема на этом клапане от 20 до 43 градусов. Значит, подкручиваем и тёплый пол будет давать нужную нам температуру. Значит, примерно вот так вот. Что будет интересно, задавайте вопросы, пишите, отвечаем. по поводу моих дома тёплых полов очень много комментариев. Буду снимать ещё видео по этому вопросу. А это у нас в данный момент только вот мелкий обзор котеной и куда подключить 220 в ходу, и как они вскрываются. В принципе, всё. Значит, нет, ещё не всё. Значит, выхлоп здесь коаксиальный, 60 на 100, трубы выведены на улицу. Потом мы переделаем её все в шахту, чтобы не торчали они на улице. Ну, может быть, и так оставим. Что касается вот этого оборудования, цена кусается, сразу скажу, но в коммерческие здания без этого оборудования вы никуда. Обычный счётчик вам туда не поставят и не разрешат. То есть, газ вы не подключите. Также стоит СИКС, сигнализатор загазованности фильтр и ещё одна защитная защитный глафан вот этот КЗ как он называется. Я не помню. Вот он, короче. Не помню тоже, на какую температуру он срабатывает, но мало ли что, какой-то там пожар, там легкосплавный материал с пружинкой и он сразу закрывает проход газа. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, на комментарии я отвечаю.